всем привет сегодня у нас обзор на накраса с огненной защитой 88 почему именно огненка да потому что она режет 45 процентов входящего урона и отражает его обратно то есть по героя как и с каменкой проходит на половину меньше урона практически также он у меня уже тоже автоматом получил 12 скилл уронами я поставил ему живу хотя обычно стоит психо щит потому что раз бывает иногда его блокирует также стоит дополнительно 15 процентов отражалки от победного выпада и плюс 25 к атаке ну в созвездиях стоит все уклонение где его можно использовать использовать его можно абсолютно на любой локации я его использую на защите битвики ли на атаке иногда использую на королевской битве на защите алтаря стоит на волнах можно использовать да в любой локации он будет себя очень круто показывает на арене тоже кайфово скажем так это универсальный между защитой и между атакой почему потому что если по нему попадают он отражает это считаете дополнительный урон вашего героя точно также он режет входящий урон это тоже кайфово поэтому если у вас нет возможности иметь много некрасов советую использовать либо такого либо с каменной кожи давайте покажу вам его в рейдах также ему неплохо будет заходить огненный доспех но тогда отражалки будет меньше я именно собрал его чтобы было максимум отражалки так ну как видите идет отражалка по хранителю тень его тоже проседает очень хорошо малышник ничего не смог сделать хранитель тоже тень просто убивается за две тычки сама себя убивает вот минус сорок девять тысяч тень то есть два три удара и тень убивает себя и она ничего практически этому на красу сделать не может если брать там других на красавтом конечно проблемки есть но давайте тут попробуем конечно на сара сейчас может заблочить да у нас заблочил вот как видите герои сами себя убивают вот нас ушатали ну череп под скилом ульта ну есть вариант поставить даже ему меч молнии для большего уклонения тогда даже если будут там по нему подать это будет не настолько существительным так вот есть у нас стрелок сейчас вам покажу как самолетики будут убиваться если будут попадать вот по 9000 они проседают вот сами видите да обычно они не неуязвимы но так как тут стоит отражалка но конечно герою надо было питомца поставить еще на отхил было бы получше все видно они сами себя убивают они иногда ну просто не успевают до конца выстоит да нам тут не не хватит отхила для всего и причем кого он там бьет юнитов бьет я вот не могу никак понять механику героя почему он он бьет область там где наибольшей жизни получается иногда он бьет просто тупо юнитов казармы убивает ну сейчас посмотрим вот он против стрелка может хорошо стоять вот вражеский некрас ударил пятую часть жизни уже потерял сейчас выражая зарядится нам порежет отхил начинает бить вражеского выражая видите если мисс и этот хилл не срабатывает надо было питомца вешать на отхил но опять же 77 процентов база вы уже разбили он прекрасно стоит против стрелка без отхила у нас только кубок есть его собственный отхилл не особо помогает потому что миссает если проходит мисс он не отхиливает себя так сейчас его сольют опять основная проблема он может втупиться в одну цель и все и целый бой будет так бить давайте еще кого-то поищем в топе у зверски есть надеюсь у него стрелок стоит череп bigfoot да стрелок есть можно попробовать отсюда черепа череп тоже может себя зашотить очень эффективен против героев у которых стоит огненная защита давайте поменяем оставим ангела он конечно нам порежет полностью всю защиту нашу точнее отражалку попытаемся еще разок напасть то есть фактически он как и на кросс каменной кожи просто более универсальный за счет того что идет еще дополнительное отражение еще раз попробуем отсюда напасть ну так получше видно как видите ангел режет 80 процентов еще дополнительно с предыдущим заметно как орнитоптер и стрелка получают 1800 обратки вместо 10000 так сколько у нас ангел хилит сейчас посмотрим 136 тысяч урона конечно у него не так как у бывашного но против топа мы вот уже держимся полторы минуты череп ничего не может сделать стрелок тоже ничего не может сделать сейчас попробуем через хранителя напасть вот череп наконец-то его слил причем у черепа включается талант работает доспех и он слить не может сейчас попробуем через хранителя зайти так ну-ка тень иди сюда не успели мы так ну что там появилась тень да вроде тень появилась смотрим вот хранитель ничего не может сделать можно свободно вот так таким накрасом даже удерживать стрелка так раз хранителя уже слили вот тень просела раз сейчас второй раз сольется то есть основное что у хранителя скажем так самое опасное это его тень если тень ничего не может сделать все хранитель беспонтовый единственное что он там может бафнуть еще вражеские герои а так как тень сливается вот видите слили сейчас зайдем к черепу вот следующего он черепа бьет сразу дает ему дебаф вот подбежал череп сейчас будем воевать черепом вот черепа огненный доспех тоже классная вещь но он себя что-то не особо показывает еще и утекание на черепе стоит походу ну вы одним героем можете просто половину сюда пускаете еще дополнительно какого-то героя того же самого выражая который будет давать ему отхил можем даже сейчас поставить протестировать если успеем покажу вам как топа пройти так заменить поставим его вот так артефакты давайте поставлю психо щит благословение в кубок все надеюсь успеем то есть он как танк очень кайфовый будет плюс он урон наносит неплохой сам по себе на кросс имбовая но с огненной защитой как видите вообще топчик так вот тень полетела запускаем нашего выражая выражаем конечно мы сейчас можем убежать быстро мы тень убьем мы сейчас побежим наверх ничего посмотрим сможем ли мы пройти так нам сейчас выбежит бигфут и стрелок скорее всего да так она есть выбежал бигфут но опять же бигфут тоже да видите бигфут все-таки его слил выражая выражаясь воодушевлением слабенький получается в плане дефа ну смотрим дальше х мы все бьем надо было еще кого-то брать ну вот я не просто против обычного игрока я против топа бегаю и сами видите на кросс без проблем держите бигфута и стрелка поэтому именно такая сборочка одна из топовых есть смысл ее ставить себе использовать за две минуты его только слили на 5 реснулся а посмотрим уже добьем три минуты вот вам универсальность героя если бы же напал каким-то другим он бы просто не выстоял единственная с каменной кожи еще тоже бы стоял неплохо против такой пачки но тут более интересно то что идет еще дополнительно отражалка в бою это кто смотрит атаку фартов как я бегаю какой пачкой основной это решает давайте еще достанем сейчас мы поставим их вместе на волнах давайте волну а попробуем пройти так атланта слил он герои сейчас к нему зайдут сейчас базу разобьет как обычно так давайте еще разок даже джей волну запустил ну выражай сливается очень быстро но с воодушевлением плюс он себя подхиливает хорошо все выражая слили смотрим вот какой обратку получает сразу же вот кучу дебафов ему навешали все равно стоит против пачки героев так так давайте еще посмотрим попытаемся варлоков словить так влад дракула это немножко не то но тоже видно сразу обратку вот варлок вот варлок так смотрим надо чтобы именно вот по тридцать тысяч обратка двести тридцать тысяч смотрите на обратки вражеских варлоков варлоков выражая уже слили он себе спокойно стоит без проблем сколько в него приходится урона и все идут обратки жесть просто просто круто так в принципе все больше там особо по нему показывать нечего и так уже видели хотел вам показать насколько этот талантик подходит ему все пишите комментариях какие вам обзоры еще запилить всем пока всем удачи всем по некрасу с праздничком всех